Подкаст создан студией Растригодок. Позвоночник, он не палка, а у него есть изгибы. Если вы уже купили себе табуреточку в коридоре, потому что не можете нагнуться и завязать шнурки, пора с этим что-то делать. Пора с этим что-то делать, да. Массажи, они не исправляют, не корректируют осанку и не убирают спазмы без тренировок. Сейчас массажисты идут на нас с вилами. Вот эти, которые тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык по спине. Большинство девочек втягивают живот. Тебе, может быть, это ни о чем не говорит, но девочки сейчас многие поняли меня, что они втягивают живот, и у них эта привычка настолько автоматизирована, а это плохо. Втянутый живот ведет к выпирающему животу, наоборот, как бы это парадоксально не было. Это подкаст накопились токсины, его ведущий душный зожник-амбассадор сильной спины, Игорь Кун. Расслабьте плечи, направьте внимание в лопатки, а теперь в поясницу, выпрямите спину. Ведь сегодня мы говорим о спине. И со мной в студии Виолетта Фериферова, тренер по осанке и фитнесу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Всем здравствуйте. Моя мама говорила мне в детстве, не сиди буквы ЗЮ, и вот с тех пор не сижу. Буквально вообще. Реально нет каких-то привычек, что я вот скрючиваюсь. Но вот по вашему опыту, можно ли заложить реально с детства правильную осанку? Или все-таки дальнейшая жизнь и образ жизни откладывают и накладывают на нас эту печать сгорбленной спины? Я вас сейчас очень сильно удивлю, но осанка – это не спина. Да, осанка – это все наше тело, от стопы до макушки. То есть стопы, какие у вас там, не знаю, заваленные, плоская стопа, ноги Х, ноги О – это тоже все про осанку. И я сейчас расскажу, как может формироваться осанка в детстве и почему фраза «выпрями спину» – это самая ужасная фраза, которая может звучать от родителей и от всех. А если особенно от тренера, то лучше бежать от такого тренера. Знаете, осанка может формироваться, даже когда это многих удивляет, когда я это рассказываю, даже когда в младенчестве. Вот мама кладет ребенка в кроватку, справа у ребенка стоит телевизор. А дети, они реагируют на что? На шум, на взгляд. То есть это основная их реакция, пока они не могут говорить и так далее. И мама занимается своими делами, включая телевизор, чтобы ребенка отвлекать. И вот он на протяжении месяца, два, три, в одно и то же время она его кладет, он поворачивает голову вправо и смотрит вправо. И так постоянно. И получается, что если вы не стимулируете поворот ребенка влево, то он может уже здесь формироваться, его осанка. То есть уже какие-то его перекосы, грубо говоря. Они, правда, могут легко меняться. Их на самом деле у детей, дети пластичные в плане очень быстро изменчивые в теле. Они могут поменяться, там, во взрослом, ну, в плане, там, когда ребенок начинает присаживаться. Это тоже формирование осанки, когда он садится, когда ребенок начинает ползать по-пластунски, на четвереньках вставать. Это тоже все формирование осанок. Более того, многие родители покупают ходунки, а это портит осанку. Нельзя ребенку ставить ходунки, если он еще не умеет ходить. То есть ребенок должен формироваться, и он формируется. Есть специальные тренировки для детей, для маленьких совсем детей. Это называется с рефлексами работают. Очень хорошие, классные специалисты. И вот они меняют детскую осанку как раз-таки через работу с такими паттернами, которые ты, ну, допустим, вот вы приходите на тренировку, вам говорят, там, тренер сведи лопатки. Ребенку ты это не скажешь, он не поймет. И там тренировки через рефлексы. То есть уже здесь начинает формироваться осанка. И если у вас завернутые плечи у ребенка, вываливающийся живот, то выпрямив спину не поможет. Ну и, соответственно, да, во взрослом возрасте осанка может формироваться от разных ситуаций. Тоже меняться от того, как часто вы двигаетесь, как часто вы проводите время. То есть сидите ли вы, да, действительно там за компьютером большую часть времени. От стресса может меняться осанка, потому что у нас входит в работу с осанкой дыхания очень большой пласт работы с дыханием. А вот через дыхание мы работаем, а на дыхание может влиять любой стресс. И, соответственно, стресс тоже может влиять на вашу осанку. Осанка вообще изменчивая такая структура, идеальной осанки невозможно добиться, но можно добиться такой, что вы будете выглядеть красиво, подтянуто и себе нравится. О, это самое главное. К этому мы все и идем. Может быть, тогда скажем людям, как определить вообще, что есть какие-то проблемы с осанкой, если человек, допустим, ну, не ощущает себя, не чувствует свое тело, но хочет при этом как-то больше вложить в свое здоровье. Как мы можем определить, что с осанкой что-то не так? Мы можем... В целом есть индикаторы, например, там мы можем сделать так, посмотреть на следствие плохой осанки. То есть это если у вас болит поясница во время прогулок, то есть вы чувствуете, гуляете, что болит поясница, это тоже проблема с осанкой, то есть вытекающая из этого. Или там у вас болят колени. Это тоже следствие как бы, ну, неправильной осанки. Допустим, живот вываливается. То есть многие удивляются, что живот не только на кухне создается, это не всегда фактор питания, это тоже большой пласт работы с осанкой. Второй подбородок, отечность, холка, это тоже все проблемы с осанкой. То есть вот такие, которые... Ну, это просто такие триггерные вещи, на которые приходят, там, вот у меня холка, мне нужно там на массаж или что-то еще. Ну, то есть то, что я обычно слышу от клиентов. А так можно, ну, как проверить и в целом посмотреть, можно сфоткать себя сбоку. Многие не видят себя со стороны и не понимают, что с ними что-то не так или там не понимают, что не так. Можно сфоткать себя сбоку и поставить точку на ухе. И ровную линию провести через все тело. То есть вот начиная с уха и посмотреть. Как тело от этой линии отклоняется? То есть в идеале должно быть там сойтись, но это прям вообще идеально. Это ухо, плечевой сустав, тазобедренный сустав, примерно серединка таза, коленный сустав тоже серединкой, щиколотка. Но у многих будет не так. И вот уже можно тут понять, если у вас проблемы с осанкой. У многих будет буква З как раз таки. Ну, кстати, не у всех. У многих еще таз вперед пойдет. Это чаще таз, когда смещается немножко вперед. Я знаю, что был такой анатом Николаев, который тоже работал с осанкой в советское время, насколько я помню. И по его системе тоже там вид спереди, вид сбоку. Вот у него такое и было определение. Тогда, наверное, что у нас вообще есть перед чистым людям, если вдруг они забыли? У нас есть сутулость, у нас есть всякие, наверное, скругления вперед, скругления назад, лордозы, да, вот это все. Но это на самом деле многим людям непонятно. Ну, сутулость понятна. А там, когда говорят гипролордоз, лордоз, мне обычно пишут, Виолетта, у меня кифоз, что делать? А кифоз – это нормальное положение грудного отдела. То есть гиперкифоз – это уже когда сильно засутулено. Есть еще гипокифоз – это когда сглажен, когда он, наоборот, более выпрямлен. То есть позвоночник, он не палка, а у него есть изгибы. Но тут людям необязательно это прям знать и заучивать. Можно по таким факторам в целом, как они себя чувствуют, начинают ли они уставать, когда гуляют, болит ли у них что-то, затекает там на шее, плечи, лопатки. Это тоже все будет говорить о дисбалансе. Или вот такие самые главные, которые, знаешь, мы используем у себя в блоге, когда рассказывают. Там выпирающий живот, это ягодицы вялые, это лопатки торчащие тоже могут туда. Потом колени могут друг на друга смотреть. Это тоже неправильная осанка. То есть много таких индикаторов, по которым можно понять, и что с этим можно работать, самое главное. И можно заниматься этим с помощью тренировок. Тогда про тренировки. Какие они бывают? Есть ли их много, мало? Можно ли делать дома? Я думаю, что сейчас люди хотят как-то прорабатывать себя, и тогда куда им идти? Многие на самом деле идут... Ну, обычно как? Ты смотришь на себя в зеркало, думаешь, тебе нужно худеть, или там нужно сходить на фитнес, потренироваться. Ты идешь, по крайней мере, у меня так было, я не видела результата, не понимала, что не так. Вот. И многие, ну, когда идут в фитнес, не работают. Мало тренеров, которые обращают внимание на осанку, а классически тренируют классически. Вот. И сейчас, ну, вот у меня лично, у меня тренировки, они домашние. То есть они обычно 30-35 минут. Вот. Это сложно, знаешь, сказать, какие тренировки именно нужно делать. Там, конечно, выстроена система. Вот. Но вообще у меня есть бесплатные тренировки, которые можно получить. Ну, знаешь, это такой подход. Я рассказываю, как свое тело чувствовать, обратить внимание на эту сторону, на подмышку, на ребро, на эту мышцу, и объясняю. И многие люди начинают настолько сильно понимать свое тело, что вот у меня после моих там каких-то онлайн-проектов обычно девочки потом идут еще тренерами становятся, потому что им настолько это нравится. То есть они начинают сами разбираться, понимать, как работает тело, и они потом начинают это выбирать в своей профессии. Ну, не обязательно, конечно, потом идти в профессию. Можно просто тренироваться. Но многие ответы в тренировках, ну, будут, знаешь, многие, кто будет работать в такой системе, это называется умный фитнес, сейчас такое популярное направление, вот, тренировки на осанку. И многие, кто работая в этом направлении, будут разбираться даже лучше, чем тренеры там фитнес-зале некоторые. Друзья, я правда хочу здесь сделать даже акцент, что очень важно чувствовать свое тело. Это да. Потому что оно подает нам сигналы всяческие, и о том, как сидим, и о том, как идем, и если где-то есть боль, что-то тянет. Я знаю даже многие люди, ну, у нас в теле происходят какие-то компенсации. Ну да. Осанка, по сути, это компенсация, да. Да. И получается, что, скорее всего, вы можете... Ну, самый такой грубый пример, он не касается осанки спины. Люди, у которых какие-то проблемы с зубами, с детства, и у них были на эту тему комплексы, они даже, ну, типа не до конца улыбаются. Да, это у меня так было. И скрывают свои недостатки. Или там, допустим, уши оттопырены. Всегда, типа, человек закрывает это волосами и не знает о том, что может быть другая прическа. Или там, что это решается каким-то там способом, например, или там операцией, неважно. Но в итоге как бы это повышает качество жизни по факту. Так и здесь. Возможно, там, какой-то травма или еще что-то, да. И случилась компенсация, изменилась походка. Я не знаю, там одно плечо ниже, другое выше, потому что мы все время носим сумки. Да, тоже может быть. Вот, и по итогу качество жизни снижается. У меня было такое, что до тренерства в умном фитнесе я была тренером в другом направлении. И меня там очень сильно потянули. А у меня сколиоз на правую сторону. И меня потянули настолько сильно, что у меня зажало всю правую сторону. Я месяц ходила без прекращающейся головной боли. Это ужасно. Это я плакала, потому что я шла и плакала от этой боли. Это прям ужасно. А потом она еще год наплывами была. Я когда ложилась спать, положила голову на подушку. И у меня голова, ощущение, что она надувается, надувается, сейчас взорвется. И так я год жила, пока не начала заниматься, изучать умный фитнес, тренерство. И насколько было мое удивление, что я эту боль убрала буквально за пару недель. То есть она была год. И многие... Ты начинаешь адаптироваться, привыкать к этой боли. И ты начинаешь жизнь свою подстраивать относительно этой боли. То есть многие там у них болят поясницы, они начинают покупать какие-то подушечки, еще что-то, как-то пытаться обустроить свою жизнь. Меньше наклоняться. Да-да-да, чтобы эту боль как бы с этой болью жить. А можно эту боль убрать и жить без нее. Ну, может быть, мы тогда скажем, вот есть у нас человек, который в основном работает сидя. Что он может привнести в свою жизнь? Ну, скорее всего, если это не первый год, то он, наверное, уже прилично так себе в копилку нездоровья положил. А что можно сделать, например, в процессе работы какие-то минимальные шаги? Ну, вот то, что я тебе говорила, да, про бесплатный продукт, там, кстати, есть тренировка прямо на стуле. Да, да, она такая, она на осанку очень классная. После нее можно почувствовать такое приятное ощущение в позвоночнике. А вообще, ну вот то, что мы, да, там много сидим, и в целом наше тело, я вообще считаю, что нет возраста по цифрам, есть возраст по самочувствию. Во всяком согласии. Да, поэтому если очень плохо себя чувствуешь, то, соответственно, твое тело, оно как бы уже, оно старое в 20 лет, например, или в 25. Вот, например, у меня в 20 лет, до тренерства, у меня поясница болела постоянно. То есть у меня, я наклонялась, у меня были защемления, я всегда над этим смеялась. Я думала, ха-ха-ха, вот мне всего 20, а это было смешно в 20, потому что тебе 20. А я такая, вот то, что я буду делать в 50 или в 40. Вот, сейчас такого вообще нет. И в 20 я себя хуже чувствовала, чем сейчас в 28 лет. Вот. Да, кстати. Я в шоке. Подивлён, что мне 28. Ну да, это обычная, да, я выгляжу моложе. Сильно. Вот. И поэтому, если вы сейчас за компьютером, не нужно себя ругать, что вы там сидели долго, и всё, теперь вы какой-то не такой. Нет, можно потихоньку начать давать хорошие нагрузки для тела, чтобы его расшевеливать, и чтобы постепенно-постепенно оно всё лучше и лучше себя чувствовало. А ругать себя за это не надо, это лучше не станет. Ну и мне нравится, что мы здесь уже подсветили, что, а, ну, во-первых, не надо себя ругать, Б, что есть упражнения на кресле. Да, есть. То есть, условно, вам не нужно вставать в планку в офисе. Вообще, в целом, тренировки на осанку, многие же как воспринимают тренировки, что это нужно идти, стараться, потеть, привознимогать себя и так далее. А тренировки на осанку, они начинаются с малого, с размеренного. То есть, там такие движения, плавные, лёгкие, на коврике. Многие, знаешь, в начале моих онлайн-проектов девочки пишут, я не верю, что ты лежишь на коврике, почти ничего не делаешь и получишь результат. Но потом в конце проекта они такие, офигеть. И вот, ну, многие же боятся поэтому идти в фитнес, заниматься, потому что там их заставят кучу всего, а они будут чувствовать себя слабыми, потому что они не тренировались, у них не было опыта. А вот тренировки на осанку, они плавные, там больше головой немножко нужно будет подумать, как руку потянуть и так далее. Но после них ты чувствуешь своё тело, как будто ты действительно заново родился, я не знаю. Но я каждый раз себя так чувствую. Я, мне кажется, так и подсаживался вообще в целом на тренировки, на той же йоге. Кто-то скажет, что вот если работать головой, то в чём тогда смысл? Что типа ты не отвлечёшься тогда от условно какой-то умственной деятельности и не приключишься на какую-то физическую. Но на самом деле, когда ты фокусируешься на себе и на теле, отдых происходит всё равно. Да, там улетают вообще все мысли. Вот у меня просто есть такая особенность психики. У меня биполярное расстройство. И у меня бывают депрессии, когда мне тяжело, моя усталость. И вот парадоксально, но на тренировках уходят и негативные мысли. И да, там не получается делать какую-то суперсложную тренировку, поэтому я ложусь на коврик, делаю плавно, мягко, и мысли уходят, и тело, ну типа появляется энергия. Поэтому тренировки они ещё, ну мне лично писали, что даже вытягивают из каких-то таких плохих, апатичных состояний. Вот, поэтому... Подтверждают это исследование, потому что уже есть исследование про то, как физическая тренировка и тело подготовленное физически влияет на течение депрессии, на Альцгеймера. То есть это в целом вклад не только сейчас в то, что... Не только в тело. Да, ну и в будущее в целом. Да-да-да. И в мозг вклад такой себе прям мощный. И хочется здесь, наверное, сделать какой-то акцент или задать даже такой вопрос. Нужно ли заниматься силовыми какими-то ещё тренировками для спины? То есть важна ли сила твоей спины вообще? То есть мышцы там должны быть какие-то? Смысл в чём? Смысл в том, что тренировки на осанку объединяют разные виды нагрузок. То есть, понимаешь, я вот говорю тренировки на осанку, многим непонятно, да? А на самом деле я использую, ну выстраиваю программу так, что есть силовые, но не такие, когда ты там, знаешь, качаем бицепс 3 по 15, не в таком формате. И со штангой приседаем. Да-да-да, не в таком формате. Поначалу мы работаем с собственным весом, а потом, если вы хотите прогрессировать, быть более продвинутым, мы добавляем дополнительные веса. Это работа силовая, это работа с гибкостью, но не шпагат. Это работа со здоровой гибкостью. Это работа с мобильностью сустава. То есть, что значит мобильность? Многие не понимают. Вот представьте, что вы вытягиваете руку, да, и можете её опустить в пол. Ну то есть, чтобы у вас пальцы смотрели в пол. И вот представьте, что вашу руку держат, и вы теперь не можете её вытянуть вперёд, чтобы они смотрели пальцы вперёд. Понятно же, да? Объясняю. Вот примерно так происходит. То есть, в суставе есть определённое движение. То есть, вы можете поднять руку, опустить. А когда у нас проблема с осанкой, это движение ограничено. И, допустим, мы можем теперь поднять не в параллель с полом, а на 45 градусов от пола. То есть, вот так. Ну, просто если объяснять тазобедренный сустав, это будет ещё тяжелее для понимания. И, по сути, мы работаем с тем, чтобы вы снова могли поднять руку в параллель с полом. Но это не касается только руки. То есть, у нас очень много суставов. У нас много суставов в стопе, тазобедренные и так далее. То есть, очень много, и мы работаем с мобильностью всех суставов. Также тренировки на выносливость. То есть, вы, грубо говоря, вы там делаете какие-то упражнения. Сначала вы делаете их по чуть-чуть, а потом нарастает нагрузка, и, соответственно, вы выносливость у вас вырастает. И тренировки на осанку – это симбиоз. Я беру упражнения какие-то из йоги. Ну, там просто меня спрашивают, почему упражнения из йоги называются тренировки на осанку. А я просто знаю, понимаю, как тело двигается. Я разбираюсь в движениях в суставах. И я вот вижу это упражнение, оно классное. И я объясняю, как его правильно сделать, чтобы правильно двигаться. Ну, то есть, чтобы двигаться так, чтобы нашим суставам было во благо. Не травмироваться и так далее. Тренировки из пилата соберу. И какие-то силовые тренировки, функциональные. То есть, разный симбиоз тренировок, просто выстраиваю в программу, чтобы мы работали над тем, чтобы осанка улучшалась, и самочувствие, и визуально тело менялось. Ого! Я просто удивлён. А это всё учёба, или это опыт за 28 лет, такой набранный? Ну, на самом деле, меня привело в тренерство то, что у меня сколиоз. Я уже упоминала, что я была сначала тренером другого направления. Это был мой опыт такой, где я была глупая, ничего не знала. Мне просто предложили тренировать. Я начала. Не очень горжусь за этот опыт, но он меня привёл, чтобы я начала заниматься фитнесом. А потом я начала изучать осанку. Я сначала тоже думала, что спина. Потом начала понимать, что это не только спина. Потом начала изучать следствие. Просто сейчас, возможно, ты не слышал, но у меня, по крайней мере, в Инстаграме постоянно, сейчас очень популярное направление называется умный фитнес. Поясни, пожалуйста. И вот умный фитнес, смысл в чём? В том, что тренеры больше... Ты не приходишь качать там 3 по 15 и качать линейно. Да, там бицепс только качать. Сегодня вверх. Да, да. А смысл в том, что работая с ногами, ты будешь работать в том числе и с грудной клеткой. Выстраивать её, дыхание добавлять, движение позвоночника добавлять, там работу с ягодицами, руки добавлять. Вот так. И получается, ты соединяешь всё тело, работая там с ягодицами. Ну, где-то там, если хочешь сильно накачать ягодицы, где-то изолировано можешь, да. Вот. И как этот опыт? Ну, ты знаешь, я логику развивала. Ну, не знаю, я как-то... Я проходила какое-то обучение и начинала логически дальше-дальше-дальше мыслить, вот, раскручивать это всё. И вот на себе. Я очень многое на себе, потому что, мне кажется, я собрала всё. Все проблемы я на себе собрала. Вот. Я когда рассказываю, что у меня это было, то было. Мне, помню, девочка одна написала, Виолетта, а вы вообще могли ходить раньше? То есть... Ну, у меня правда было много проблем, и я сама пришла с проблемами. Вот я как-то не знаю. Я не могу сказать, что... Сейчас, на самом деле, есть много обучений, где именно вот направлены по моей стезе. Но когда я начинала, такого не было много. Я начинала до карантина и в карантин активно изучала. Вот. И потом опыт, да. То есть ты начинаешь, знаешь, ты приходишь на тренировку с клиентом и начинаешь работать с выпуклым животом, чтобы пресс включился, чтобы живот сдулся, в общем, после одной тренировки. Это моя проблема. Я думал, слушай, что лордоз, а возможно, просто жир, но у меня как раз-таки не уходит живот, то есть он всегда вперед. Вот. Это как раз-таки связано и с дыханием, в том числе. И то, что, помнишь, я тебе сказала в начале, когда мы сели, ты сказала, никогда не стулюшься. Вот. И как раз-таки у тебя такая особенность, потому что немножко выпрямлен, наоборот, позвоночник. То есть он должен быть чуть более согнут, а ты, может быть, в детстве, не знаю. Ну, в общем, много факторов могло быть, но, скорее всего, это у тебя с детства действительно. Вот. И вот приходят ко мне клиентом, мы работаем с животом. И я применяю все разные практики, которые я до этого делала. А ничего не работает. Я такая, как же так? И вот в этой работе ты ищешь, я их называю ключики, новые ключики, которые, знаешь, инструменты. Благодаря вот такой работе у меня и создавались онлайн-проекты, потому что ты видишь, как оно работает на практике, ищешь, чтобы это сработало в моменте, и потом перекладываешь на какой-то онлайн-проект. И вот так вот я, наверное, и получала, не то что получала, а выстраивала свою какую-то систему работы с телом. Один раз ко мне пришла девушка. Жаль, мы ее не сфоткали тогда, но мы тоже работали с животом. Она довольно-таки, она большая. Вот. У нее выпукло живот. Там тоже есть работа, можно и через питание тоже пойти, но в том числе он вздутый из-за проблем с дыханием, с осанкой. И все ползанятия, она думала, что мы тренируемся, а я гипотезы тестировала. Но я это все делаю так, что человек думает, что происходит тренировка. А я тестировала гипотезы, и поначалу ничего не работало. А потом в конце я нашла этот ключик, и у нее живот очень сильно упластился за одно занятие. То есть мы прям... Ну, не сказать, что знаешь, у нее там было огромное живот, и стало прям плоским. Нет, конечно же, не так. Но там результат был виден. И она это сама увидела. Она была в шоке, радостная. Вообще меня боготворила. Она, кстати, приходила, выигрывала у меня тренировку. Вот. Была моим фанатом. И я еще, знаешь, ей было 50... Не помню, 47 или что-то. Вот так не помню точно, что потом вдруг она послушает, чтобы не обижать. Не помню, но больше 40. Вот. И она была такая счастливая. И вот она сама увидела этот результат. И она даже не знала, что в начале занятия я искала инструменты, как сделать. Потому что мне нравится находить за одно занятие результат и показывать, как, посмотрите, как умный фитнес влияет. Вот. Я однажды... Ну, у меня тоже, конечно же, были проблемы с поясницей, потому что в какой-то момент я угорел по функциональным и всяким хит-тренировкам. Очень мне все это нравилось. Потом бокс. И пару раз я так нехило, в общем, скручивал у меня. И я попал только... Ну, пошел прям сразу, потому что я не разогнуться не мог. Пошел к остеопату, по-моему. И он меня просто тянул в разные стороны. В общем, я отдал довольно много денег, потом понял, как тянуться самому. Но что интересно, он сказал, говорит, Игорь, вы почти два метра, вам сто процентов нужно ходить на растяжку, потому что вы просто, ну, типа, вам нужно подвижность суставов увеличивать. Правда или нет? Вот есть такая история, что, типа, все-таки всем нужно заниматься и растяжкой, и силовыми. И это тогда будет помогать, в принципе, скелету как-то себя держать, нашему телу разваливаться. Или можно как-то, если человек не готов, у меня очень много среди незнакомых, но вообще не хочет шевелиться, хотя бы такие вот тренировки по полчаса, как ты говоришь, этого достаточно. Вообще, я считаю, что база, это должны быть такие тренировки. То есть там просто действительно захватывается не только растяжка, потому что вот классическая растяжка, это тренеры, выходцы из либо художки... Балет или художка. И балет. И, кстати, сразу видно, кто откуда. Балетники, они дают там что-то со стопами, с выворотом, вот, а художка, я не помню. Ну, я как-то помню, ходила на групповые, и было сразу поднято, кто балетник, кто художка. Ну, во-первых, я считаю, что нельзя тренеру тренировать без тренерского образования, даже растяжку, потому что можно и травмировать, и все. Ну, и в целом, должен понимать не только по примеру того, как его тренировали, но это ладно. Но вот такая растяжка, это не подойдет для того, чтобы было здоровое тело. То есть та растяжка, которую мы должны делать, она обычно идет в совокупности с силовой работой. Потому что у нас же как мышцы, у нас какие-то тянутся, какие-то сокращаются. Не может быть такого, что ты тянешь одну мышцу, и все, и она у тебя растягивается, никакие больше не задействуются. Такого не может быть. То есть у нас там есть мышцы, которые, ну, вообще разные есть мышцы, и разные у них работы, конечно же, да. Но в целом, типа, принцип какой? Зачастую, то есть, допустим, вот там растянуть заднюю поверхность бедра. Чтобы ее растянуть, нужно, чтобы у нас хорошо работали сгибатели. А сгибатели – это верхняя поверхность бедра. Передняя. Передняя, не верхняя, передняя. Вот. И, соответственно, чтобы твой таз наклонился. Вот если мы возьмем галочку, да, классическую растяжку, когда садятся на ягодицы, вытягивают ноги вперед и тянутся к ногам. Вот многие из людей, они тянутся, округляясь очень сильно в пояснице. Сейчас, простите, я вспомнил, что у меня с этой историей вообще нет проблем, что я просто могу дотянуться, что у меня руки длинные. И все время говорят, «Игорь, как ты это делаешь?» Говорю, «Ребята, лайфхак». Вродиться высоким. Да. Но там большинство округляется очень сильно в пояснице. То есть, ты не знаешь, у них ощущение от бедер до живота, как будто еще мяч влазит. Угу. Представляешь? Да, ну то есть, они гнутся где-то чуть ниже лопаток, а вот в пояснице. Да, она нет. Нет, да. А чтобы согнуться хорошо, более правильно, нужно, чтобы передняя поверхность бедра была сильная и таз потянула на себя, а задняя у нас была как бы мобильно растянута. Соответственно, чтобы это осуществить, то здесь и сила, и растяжка. И вот оно в совокупности. И вот так же и работают тренировки на осанку. Они учитывают те мышцы, которые могут участвовать в этом упражнении не только, на которые мы сейчас целевые направлены, но и как и другое, ну дальше там сегменты другие участвуют. Вот. И поэтому здесь это более здоровый подход, потому что ты не бездумно тянешь какие-то мышцы, а ты что-то, что-то у тебя еще там наоборот сокращается, и ты понимаешь, что это происходит. Вот. И такая работа, она дает, ну типа Х2. То есть за 30 минут ты не просто потянулся, а ты и как бы силовая была работа, несмотря на то, что ты там не качался, гантели не тягал, но она была. И на гибкость тоже была. Мне нравится, что приходят люди разного возраста. С одной стороны, вроде это показатель, что как бы люди в любом возрасте могут начать заниматься собой, с другой стороны, мне грустно, что все-таки очень многие сейчас там в свои 20+, даже не задумываются о том, что нужно собой заниматься. Мне кажется, это какая-то прям странная история. Типа, тренировки, это же правда классная история. Это молодость. Да, ты можешь выбрать любую, любое направление. На самом деле, да, во-первых, это молодость, а во-вторых, проще поддерживать, чем начинать с нуля. Поэтому, если вам 20, и вы начинаете, вам проще будет в 40 поддерживать, чем в 40 начинать с нуля. И это круто, потому что поддерживать результат гораздо легче. Как вот знаешь, с питанием, да, вот когда люди, которые садятся на диеты, и люди, которые стройные, могут пойти и съесть круассан. Насколько, да, тебя пугает, если ты садишься на диету круассан, и насколько тебе все равно, когда ты поддерживаешь свое здоровое тело, ты знаешь, что у тебя 80% сбалансировано, а круассан как бы 20. Вот. И оно, конечно, вот так же и со спортом. То есть, когда ты в 40 начинаешь, ты вот как с этим круассаном. А когда ты начинаешь в 20, ты уже, ну, как бы функционально у тебя тело, и тебе его проще поддерживать дальше. А начать можно в любом возрасте. Вообще меня спрашивают, можно ли исправить осанку в 60. Да, там вы будете меньше, грубо говоря, мне понадобится там месяц, а вам, например, там в несколько раз больше. Потому что я начала в 28, а вы в 60. Но это возможно. Ну, и я, наверное, здесь так шуткану, что если вы уже купили себе табуреточку в коридоре, потому что не можете нагнуться и завязать шнурки. О, это плохой знак. Абсолютно. Пора с этим что-то делать. Пора с этим что-то делать, да, это правда. Потому что, мне кажется, любой человек должен это мочь сделать. Ну, если там нет каких-то прям совсем физических проблем медицинских, да? Ну, если, да, не было травмы или еще что-то, вообще в целом тело, оно будет говорить. Многие же как думают, знаешь, начинают нога болеть, покупают себе трость. Это вот, кстати, большая ошибка. Потому что, казалось бы, ты себе помогаешь, но ты перекладываешь, вообще наш мозг ленив. А вот я люблю приводить пример вот такой. Представьте, ты в больнице стоишь в очереди, и тебе тяжело стоять. Это вот ты устал, и начнешь облакачиваться на стеночку. Как сразу легче это стоять становится? Потому что мозг убирает часть нагрузки с мышц, он видит опору, все, он ее использует. То же самое происходит и с тростью. Есть трость, есть опора, мы будем ее использовать. Это значит что? Значит, мышцы нужно, не так уж и нужно включаться. То же самое происходит с корсетами для осанки. Это полная ерунда. Именно вот эти гибкие, да, они в такой же степени работают. То есть мозг видит опору, он такой, ну зачем мы тогда будем напрягаться, что-то удерживать? Ну вот, передадим ответственность на корсетную осанку. То же самое происходит и с поясами, которые любят очень сильно использовать. Мы сейчас не про пояса с шерстью. Нет, не про пояса с шерстью, мы еще про фитнесе. Люди, которые покупают и надевают пояс на живот, работая с ногами, вы делаете огромную ошибку, особенно девушки. В будущем вы можете заработать опущение органов и недержание. Мужчины, ну, у них чуть-чуть по... Таз поуже, но тоже могут быть большие проблемы. Я думал, они это делают, чтобы типа грыжу не словить. Да, типа обезопасить. Ну, по сути, они передают ответственность своему поясу, а эту ответственность должен брать на себя кор. Абсолютно так. Вот. И если он на себя не берет, некому защищать поясничный отдел позвоночника, соответственно, будет все страдать. А у девушек за то, что таз широкий, мы вообще в целом, из-за того, что мы рожаем, мы подвержены тому, чтобы у нас там было опущение органов, недержание. И вот мы получаем больше проблем с тазовым дном, чем мужчины. Вот. Нося эти пояса. Потом фитнес-тренеры меня закидают. Но это так. Ну, сначала они придут сжигать меня, а потом найдут тебя. Скажи тогда, может быть, еще какие-то есть ошибки, которые люди совершают? Потому что вот мы уже... Я просто только почему-то в этом году обратил внимание, что ты приходишь в зал, а там уже все изобрели какие-то себе новые упражнения, потому что люди уже просто вверх ногами в этом тренажере. Ты такой думаешь, как-то я вроде делал вчера на нем по-стандартному, а теперь туда нужно ногу закинуть, здесь ей качать. Мне кажется, люди уже сошли с ума. Мы вот выяснили, значит, если вы 50+, забросьте палки, идите все-таки заниматься собой. Трость это неплохо, но от нее можно избавиться. Значит, пояса мы не надеваем, потому что мы можем себе доводить. Ну, мы не надеваем их и не идем тут же поднимать штангу. Мы работаем с чем? С кором. Тоже работа с осанкой, в том числе там большая работа с кором. Вообще кора – это основное в работе с осанкой. Мы идем с этим, разбираемся, и потом спокойненько приседаем себе без пояса, с теми же весами. Может быть, еще какие-то стельки, например, тоже может быть вредно, потому что вместо того, чтобы работать с осанкой и стопой человек просто тоже компенсацией занимается. Да, тоже как вариант, но тут разные ситуации бывают. Но я бы не... Ну, если какая-то очень серьезная либо травма и так далее, и приписали стельки, это другой вариант. Если вы человек, там, вам 30 лет, и вам сказали ни с того ни с сего носить стельки, я бы не стала. Я бы лучше начала заниматься стопой. Ну, как я и говорила, осанка – это в том числе стопа, и, конечно же, тренировки на стопы тоже есть. Вот. И, соответственно, я бы начала работать со стопой, потому что у меня, например, стопа была плоская, у меня росла косточка у большого пальца, знаешь, что это? Вот. Это когда такая, палец в сторону уходит. Вот. И, соответственно, сейчас такого нет, но косточка не растет. А вот стопа у меня мышечная, я никогда не видела, что у меня есть мышцы у стопы. Раньше они были просто отекшие, я их называла варениками, дико стыдилась их. Вот. И, соответственно, если вам просто прописали стельки, то я рекомендую пойти и разобраться, что с вашей стопой. Вот. А там еще и пойдет за тем, что вы еще и обувь на широкую босоногу поменяете. Сейчас представила, как ты сидишь и большим пальцем ноги поднимаешь маленькую гирьку, чтобы у тебя были мускулы у стопы. Кстати, знаешь, можно не так. Многие люди не умеют отводить большой палец в сторону. В обуви не получится, да. Нужно вот просто вот вы садитесь возле зеркала и попробуйте большой палец в сторону отвести. Большинство людей не сможет. И попробуйте мизинцем отдельно пошевелить. Тут 90% не сможет. А еще попробуйте поставить стопы на пол, поднять отдельно большой палец, оставив все остальные пальцы на полу и опустить большой и поднять все четыре пальца. Ну, там еще по щиколотку не завалить, но тут ладно, хотя бы так. Вот. Ну, это смогут больше людей, но тоже будет тяжело. Кому-то будет очень тяжело. Так, тогда еще подводя здесь черту, значит, оценка может влиять на походку. Да, походка это, да. Про походку может быть отдельно что-то можно сказать? Слушай, походка это неконтролируемая, ну, то есть, это контролируется нервной системой. Физически ты это проконтролировать не можешь. То есть, контролируя свою походку идти, это плохо. Это, ну, то есть, так нельзя делать. Только модели делают 20 минут на подиуме, и все. Да, да, да. Но они, в целом, они учатся, у них не хорошая походка, у модели, у них она как раз-таки вредит вот нашей правильной биомеханике. Вот. Но если мы работаем с телом, то наша походка будет меняться. Она в любом случае будет меняться постепенно, не сразу, да, в этом. Ну, и у многих представлений о походке вот как раз-таки с подиумов. А это нездоровая походка. Последние показы там были вообще как будто бы... Я видела как-то один показ, темный, черный, и там они ходили прям очень... А, нет, это прям недавно было. Они делали, по-моему, как куклы. А, да, да, как куклы там были. А было еще до этого, давненько, тоже какой-то в черном все были модели, много очень, и они были очень сутулыми. Там прям очень много было сутуллыми. Макуин вот куда-то туда. Наверное, да. Вот. Поэтому, ну, с походкой работаешь через тренировки. Она будет потом постепенно меняться, потому что будет меняться нейромышечная связь, то есть баланс между мышцами будет меняться, и, соответственно, будет меняться походка. Ты еще говорила про дыхание. У нас есть еще время. Как здесь участвует дыхание? Ты умеешь дышать спиной? Я просто поясню для слушателей. Я все-таки человек, который работает голосом уже довольно давно. Когда я вещаю, я дышу животом, потому что мне должно хватить воздуха на какие-то предложения, а особенно, если это какие-то длинные тексты, нужно озвучивать, то это животом. Но в целом, когда я учился, я знаю, что такое дышать там в ребра, дышать в спину. Это я знаю, но не то, чтобы могу прям сходу. То есть мне нужно чуть-чуть так почувствовать спину сначала. Вот многие не умеют. Вообще, дыхание с животом не обязательно, чтобы хорошо тебе хватало говорить. Почему? Сейчас объясню. Наша диафрагма, мышца, это мышца, ее тоже можно тренировать. Просто не так классически. И она у нас крепится ко всем ребрам по кругу. То есть она как купол. И многие используют ее малую часть. То есть не используя, например, сзади. Я вообще узнала о том, что можно дышать в спину. Удивительно, не на тренерских курсах сначала, а на вокале. У меня был преподаватель, который меня учил спиной держать звук. Вот я хотел как раз спросить, наверное, вокалисты по-другому чуть-чуть. Вот кто-то животом учит. Вот у меня, знаешь, был недавно экспириенс такой, из-за того, что я занимаюсь вокалом. И мне очень помогает знание о теле. И я решила поэкспериментировать. То есть, а что если мы проведем занятия девочке, я как тренер, а педагог как педагог по вокалу. Я через тело пыталась ей улучшить звук. И вот, кстати, очень круто было. Одна девочка, она вообще не могла петь на опоре, но то есть она, знаешь, так немножко с... Как сказать? Такой звук был сдавленный. А вот как раз благодаря упражнениям на дыхание, на ребра там и на так далее, мы с ней, она почувствовала опору сзади, и у нее объемнее он стал. Круто. Вот. И осанка, почему дыхание, важная часть, потому что, во-первых, диафрагма крепится к ребрам, а ребра – это в том числе наша осанка. То есть, мы там сутулимся, например, да, и у нас сзади ребра спазмируются, ну, то есть мышцы там межреберные и там разные, и мы, получается, не разгибаемся, чтобы выпрямиться. Или выпрямляемся, нам тяжело. Соответственно, мы через дыхание можем с этим работать. А еще ножки диафрагмой крепятся к пояснице. Часто у людей боится поясница не потому, что только проблема в пояснице, а потому что проблема в том, что есть зажатая диафрагма. Вот. И, соответственно, дыхание – очень крутой, мощный инструмент при работе с осанкой. Первое приходит в голову про дыхание, конечно же, вакуум. Он полезен, не полезен, как ты считаешь, потому что это все-таки, наверное, тоже влияет, потому что ты поджимаешь, как бы копчик подводишь, да, то есть ты выпрямляешь лордоз. Я знаю, да. Да-да-да. Я знаю про вакуум. Вакуум – это тренировка не для плоского живота. Если кто думал, что тренируют вакуумом плоский живот, это неправда. Черт. Это многие расстраиваются. Многие мне присылают каких-то блогеров, которые с помощью вакуума делают плоский живот, но они делают там эффект плоского живота не за счет того, что типа что-то происходит с мышцами пресса. А вакуум – это инструмент для массажа внутренних органов. И все. И, ну, вот это основная его задача. Потому что во время втягивания живота, в вакууме мы втягиваем живот, подсасываем его под ребра, мышцы пресса расслабляются. Потому что если бы мышцы пресса были напряжены, мы бы не смогли втянуть живот. Поэтому они расслабляются, позволяя нам создать это присасывающее движение. Я не рекомендую делать вакуум, потому что многие девочки, ну, я работаю чаще с женщинами просто. С мужчинами – мужчины тоже, но больше про женское здоровье рассказываю. Мужчинам тоже можно, просто их у меня меньше. Ну, и приходим, когда уже отваливаются. Да, или их меньше. Вот у меня, к сожалению. И большинство девочек втягивают живот. Вот тебе, может быть, это ни о чём не говорит, но девочки сейчас, многие поняли меня, что они втягивают живот, и у них эта привычка настолько автоматизирована, а это плохо. Втянутый живот ведёт к выпирающему животу, наоборот, как бы это парадоксально не было. И эта привычка не только физическая, но и эмоциональная. А вакуум, как раз-таки, подсасывание живота провоцирует эту привычку больше. И поэтому я не рекомендую делать вакуум девочкам, лучше разобраться вот с животом вообще базово. А потом, как инструмент самомассажа, когда ты знаешь, что ты не втягиваешь живот, уже можно использовать. Тейпы. Они же тоже, получается, берут на себя какую-то часть нагрузки, если их люди клеят. Тейпы же делают и для того, чтобы как-то создать чуть больше мобильности в определённом регионе, убрать спазм. Поэтому тейпы – хороший инструмент. Но тейпы не заменяют тренировки. Никогда. То есть тейп, как доп-инструмент, очень классная штука, на самом деле. Сейчас я слышал ещё про такой тренд на тренировку по паттернам движения. Да, это... На самом деле, это практически то же самое. Называется функционал паттернс. Ну, просто у меня... Ну, точнее так, я видел прям, как вот это правильно паттерн шага, и ты тренируешь правильно шагать. Не так. Не совсем. Нет. Смотри, как тренировки по паттерну шага и функционал паттернс. Я не тренирую функционал паттернс, потому что там в фитнесе есть разные люди и войны между собой. Не надо ребятам из функционал паттерн меня сейчас хейтить. Но я просто объясню, в чём смысл таких тренировок, которые сейчас, да, действительно набирают популярность. Они схожи с нами, но немножко другие. Вот. Смотри. Ходьбу разбирают на... Как это? На этапы шага. Что происходит в определённых этапах шага в суставах. Например, там, что происходит в тазобедренном суставе, когда мы делаем вынос ноги? Что происходит с суставами, когда мы делаем опору и перекатываемся? Что происходит в суставах, когда мы поднимаем вторую ногу и снова делаем вынос ноги? Вот разбирают, как двигаются суставы, и в контексте этого движения составляют тренировки. То есть так, чтобы у человека, если это движение отсутствует, а оно, если плохая осанка, и человек там не тренируется, не двигается, почему у нас старики ходят в развалочку, как мишки ещё, не потому, что они постарели, а потому, что они перестали двигаться, и их мозг стал всё меньше и меньше использовать потенциал их мышц и суставов. Ну, как я и говорила, мобильность суставов. Вот, и, соответственно, функционал паттернс и его тренировки в контексте шага и бега, они как раз-таки проводятся тем, что они создают это движение в тренировке, улучшает мобильность, и потом улучшается шаг. Вот, но это не делает так, типа, мы должны шагать именно так, и ты шагаешь, типа, так. Нет, там тренировки выглядят по-другому, вот, но просто они потом снимают результаты по походке или по бегу. Я ещё видел там, типа, с молотом они как-то там замахиваются. Но они, понимаешь, они, то есть, делают движение, у нас же как, что у нас происходит? Мы, бросок у нас, мы, если на нас кто-то идёт, мы с копьём бросаем, то есть, они в этом контексте движения, которые нам нужны. Вот, и вот это движение с молотом, это контекст движения броска, который нам природой важен, и бег нам важен на самом деле, потому что, если за нами побежит волк, мы должны убежать, ну, грубо говоря, поэтому в контексте бега сейчас тоже модно, ну, вот они тренируются. Так, про бег, расскажи, пожалуйста, вреден, не вреден, что ты про него думаешь. Бег – это крутая вообще тренировка, но это не… Но надо правильно бежать, наверное. Это не… Ну, бег – это тренировка не для похудения. Согласен. Это тренировка для улучшения выносливости, да, и бег для нашего тела очень важен, но если вы весите 100 килограмм и идёте бегать, чтобы похудеть, это плохая идея. Я вешу 100 килограмм. Блин, ладно, подожди, если вы весите 100 килограмм, при росте никак. Игорян просто очень большой. Да, да, да. Именно если вы очень сильно большого лишнего веса, идти бегать – это плохая идея. Но, да, действительно, вот, чтобы, ну, начать бегать, есть очень много классных тренеров, которые рассказывают, там не обязательно супермного, но важно понимать, что к бегу должны быть доп. тренировки, вот именно, которые помогут, помогут именно тело сбалансировать, потому что многие будут бегать, перегружая поясницу и будут чувствовать поясницу. И поэтому вот тут тренировки на осанку помогут. И вот так, ну, вот я сейчас добавляю тренировки по бегу, и там тоже мы снимали вот для моих онлайн-проектов с тренерами про бег, разговаривали про кроссовки, про всё, то есть рассказывали. И это классная штука, вообще бегать круто. Бегать круто и для ментального здоровья, и для физического. Абсолютно. Я добавлю, что, конечно же, кроссовки и всё это, как бы куча всякой информации в интернете, правда. Не бегите сразу покупать самые мягкие, потому что, а потом пойдёте бегать на дорожку, так не делают, поэтому кроссовки, это важно. А вообще лучше по улице. Да, то есть всё-таки разберитесь, как-то поймите, как вы, чего вы ждёте от бега, как вы хотите бегать. Не нужно бегать по 10 километров, не нужно бегать марафон, а на марафон вообще, наверное, не про здоровье всё-таки. На самом деле, разные слушают. Ты знаешь, если организм готов, то это прикольный экспириенс. А если ты никогда не бегал и готовишься к марафону, то, возможно, ты будешь вознемогать своё тело и перегрузишь его. А если ты тренировался 10 лет и пошёл на марафон, то почему бы нет? Но да, я про то, что не гуглить, как правильно бегать, а искать специалистов в Инстаграме, например, тренер по бегу и изучать. Прочитайте посты, что пишет. Купите одну консультацию хотя бы. Посмотрите. Вообще, можно сначала, знаешь, чтобы понять вообще... Ну, обычно, когда ты изучаешь какую-то сферу, ты наткнёшься на то, что три специалиста говорят так, а там один так. Ну и примерно ты к истине поймёшь, что три специалиста одно говорят, ну да, сейчас, правда, очень сложно в поиске информации про Дима, я соглашусь. Но всё равно можно несколько тренеров изучить. Там кто-то вам откликнулся по телу, либо там по тому, как он пишет посты. Прочитайте посты, потому что обычно классные и блогеры, и тренеры ведут очень классные экспертные блоги. Вот. И можно прям прочитать и понять какие-то моменты, а потом там, не знаю, записаться на тренировку, например. Ну и по вайбу надо, чтобы совпадало, потому что если вам не нравится настроение, которое даёт тренер и тренировки в целом, тоже, да. То вы долго так не продержитесь. Потому что, да, нам нужно любить, ну, не нужно себя заставлять. Если вам не нравится и вы ходите в зал, не нужно вам ходить в зал. Ну, не нужно. Есть столько альтернатив и очень классных тренеров, и там вот тренировки те же на осанку. То есть можно выбрать то, что, от чего вы кайфанёте. Мне, кстати, много кто пишет, что я, благодаря мне, их тренировки стали регулярными. Типа они влюбились в тренировки. У меня есть прям фанаты, которые, особенно, знаешь, которые ждут от меня оффлайн-группы. У меня есть девочки, которых я когда начинала свой карьерный путь, начинала, группу вела, я набирала так сама, не в каком-то клубе. И вот они до сих пор, я их очень люблю, я для них никогда не повышаю цену. То есть у меня есть определённая цена за группы, которая вот именно для них. Потому что они давно, и они каждый раз ждут, что я открою группу, и вот они очень любят. То есть они прям бегут на мои тренировки. И вот если вам не нравится, и вы себя заставляете не обязательно ходить в зал, не обязательно делать силовые, найдите альтернативу, посмотрите ещё сколько, много всего. Вы найдёте то, о чём будете конферентировать, и это уже будет плюсом для вашего тела. И не нужно думать, что всё стоит миллионы, потому что у меня, например, у меня в редакции, там, где я тоже работаю, можно сказать, я... Там есть фитнес-клуб? Ну, в смысле, зал у нас есть. У меня возле дома клуб, в котором у меня куплен абонемент, когда я понимаю, что мне неохота никуда ехать, я иду туда. Когда плохая погода, я иду туда бегать, когда всё нормально, я иду туда в силовые. А я просто могу выйти утром или вечером побегать по набережной, по городу. Я и хожу на бокс, это отдельный мой экспириенс. И вот всё зависит от моего настроения, желания, тела. Если я понимаю, что я перетренировался, значит, можно сходить просто там со своим весом позаниматься и не упарываться. То есть, в целом, на самом деле, когда вы чуть-чуть приоткроете форточку тренировок, то потом вы войдёте в новый мир через дверь с ровной спиной. Потому что вначале ты думаешь, я вот хочу похудеть, мне нужно заниматься, чтобы худеть. А когда ты уже с опытом, есть какой-то опыт, ты уже по-другому относишься к тренировкам. И в целом ты думаешь, вот я сейчас думаю, блин, а чем бы ещё можно было бы заняться таким прикольным, интересным? Вот я теннисом начала заниматься. А я наскаловазы не хочу. Вот. И ты уже по-другому. И ты ищешь разные виды другие. Я бы, конечно, как тренер по осанке рекомендовала бы вам начать с осанки, но раньше была категоричная, я бы сказала, только с осанки и никак. Но на самом деле, если вы хотите начать с чего-то другого, начните. Главное, начните. Вы потом постепенно начнете открывать для себя мир реально разного вида нагрузки, абсолютно не похожий друг на друга, и вы поймёте, насколько это круто давать даже и разную нагрузку, и знакомство, и ощущение в теле, и в целом ощущение ментальное очень сильно меняться будет. Ну и ещё про идиотские вопросы. Почему-то мне подумалось, матрас и подушка важны, не важны, как ты считаешь? Меня много часто спрашивают вопрос, Велета, расскажи, как правильно спать, чтобы не вредить осанке? Смешный такой вопрос. Ну, ответ прост, никак. Всё, что вы делаете в течение дня, будет влиять на ваш сон. Если вы не просыпаетесь уставшими, ну, значит, у вас проблема либо с режимом, либо там с питанием в том числе, и в том числе с вашим телом. Значит, вы даёте постоянно ту нагрузку, что ваше тело не восстанавливается. Вот. Но по поводу матраса, да. То есть, если вы будете спать на матрасе, который вообще жёсткий, как на палках, это плохо. Нет, это, ну, правда, классный матрас, это очень круто его найти. И подушка. Да, очень... На самом деле, у нас, у меня есть гайд по организации сна. И там классный гайд, на самом деле, там написано, ну, подбор подушек, то есть, можно будет посмотреть. Мы его переделывали недавно, но раньше было, мы его делали четыре года назад, и вот в этом году переделали. Поэтому он ещё обновлённый. Вообще. Так, обувь нужна какая-то особенная, если есть совсем прям проблемы, или мы, ну, как бы, понимая, что всё-таки все гонятся за модой, красотой и так далее, ну, здесь можно сделать скидку. Ты спросил у человека, который трендсеттер босоногой обуви. Я против модной, модных веяний в обуви. Слышал про босоногую обувь? Угу. Это сейчас направление, которое в России не популярно, ещё пока оно набирает обороты, благодаря, в том числе, мне. Вот, но в Европе и в Америке очень популярное направление. Босоногая обувь. В чём её смысл? Во-первых, она очень гибкая, тонкая подошва и гибкая. Вообще, эту обувь можно просто взять и согнуть и положить в ведёрко, ну, вот, в банку. Вот. Она настолько гибкая. Они даже делают зимнюю и осеннюю обувь тоже в такой же гибкости. Ну, у них и зимы, и осень, и не как у нас. Угу. Вот. Ещё второй её, второй её важный фактор это широкий нос. Широкий нос, тут все начнут говорить, вот, у меня тоже широкий, но, вот, если мы посмотрим на стопу, она формой как-то объяснить, потому что у всех же ещё там стопы меняются с возрастом. О, да. Ну, как объяснить? Это валенки. Знаешь, клоунские ботинки? Угу. Вот такая форма стопы у нас. Бошмаки такие. Да, ну, если не брать то, что они очень огромные, именно вот это направление такое круглое. как раз моя. Вот. И босмога обувь, она именно такой круглой формы. Угу. Шестопе очень сильно вредит. И у многих, вот, ты знаешь, особенно у женщин, у взрослых, помнишь, я говорила, косточку большого пальца, когда палец в сторону уходит, вот женщины с возрастом, он настолько сильно уходит, что он заходит прямо на другие пальцы. То есть, и это всё тоже, в том числе, обувь. Я отказалась от такой обуви, потому что, ну, я транссеттер босмога обуви, у меня очень много про неё рилсов, всего на ютубе, контента, я очень много снимаю, потому что я кайфую, сама хотела бы свою создавать, но пока страшновато просто. И я только носки с пальцами ношу. И вот я за такую, понимаешь, обувь, но многие, ну, многие люди, видя эту обувь, они вообще в шоке. Вот. Но никого не смущает, а знаешь, форма биркенштоков? Да. Вот по сути, вся босмога обувь по форме биркенштоков, их носа. Но биркенштоки, они, кстати, не очень хорошая обувь, в плане они все делают жёсткую, она не гнётся практически. Вот, поэтому биркенштоки многие не очень. Ну и Мартинс тоже не гнётся, в них ты как в кандамат ходишь. Ну и Мартинс вообще жесть. Ну вот я за такую обувь, но знаешь... А сейчас лето, хочется лёгких кроссовок вот в сетку, чтобы продувало. Не обязательно, кстати, вот, ну, у меня просто, сколько у меня, 15-16 пар босмога обуви, я просто правда фанат. Так я зайду, посмотрю, что это за обувь такая. Я прям вообще фанат, я не знаю, кстати, знаете, есть классная фирма беговых кроссовок с широким носом, это Альтра. Я не знал про такие. У них нос прям вот широкий. Можете посмотреть и посмотреть, хотя бы начать с этих кроссовок, просто купить их и попробовать. Но главное, проверяйте, гнётся ли подошва, то есть сгибайте нос и пятку, и смотрите, мягко или нет. Если вообще не гнётся, не берите. Ну вот, а я бегаю в саконе и в хоку. Вот посмотри Альтра, они прям, ну, у них широкий нос, обычно широкий нос, прям наблюдая за необычным... Ну вот сравнись... Про нос я знаю всё, как мы видим, а поэтому широкий нос и кроссовок. Сравнись со своим кроссовком, и если он шире, то, скорее всего, это топ, потому что у них есть узкие тоже. А так как ты не сталкивался... Короче, они примерно формы биркинштоков, вот именно их носа. Вот. И они классные. Я думала, не существует кроссовок с широким носом, а мне клиентки мои сказали, что Альтра, и вот я купила три пары. Круто. Конечно, ещё один вопрос, который мне тоже пришёл сейчас, я вижу их повсюду, массажёры. Вот эти, которые тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык вот так по спине. Перкуссионные массажёры. Вообще, я бы не стала, не рекомендовала бы людям брать эти массажёры, если вы не знаете работу тела. Потому что, ну, не знаю, ну, мало ли, где-то перебьёт, и там у мышцы был спазм, ещё больше спазмироваться. Я только читал, что не стоит точно массировать спину, ой, шею, что шею точно лучше не трогать. Ну, потому что это регион, который такой очень гибкий, мобильный и очень важный регион, наверное, поэтому не разрешают, ещё поясницу обычно не разрешают. Я бы не рекомендовала брать. Ну, смотрите, массажи, они не исправляют, не корректируют осанку и не убирают спазмы без тренировок. То есть, многие идут на массаж при сутулости. Сейчас массажисты идут на нас с вилами. Ну, смотри, я сейчас объясню. Многие идут на массаж при сутулости. И это просто очень смешно, потому что массаж же что, он типа расслабляет? А, представь, мы сгибаемся, допустим, если классическая сутулость, когда реально округлённый грудной отдел. У нас мышцы спинные, растянуты, а мышцы грудной клетки сокращены. И вот мы растянутые мышцы пытаемся ещё расслабить, они ещё больше растягиваются, и мы ещё больше получаем сутулость. Поэтому массаж должен быть как дополнительный. Но есть разные, понимаешь, массажи, есть там остеопатические истории, когда работают там, ну, с мобильностью сустава, и это круто, может помочь. Но если дополнительно закрепить тренировками, ну, представь, ты сидишь 8 часов за компьютером, пришёл на массаж, тебя помассировали, а ты ещё следующие две недели снова сидишь. Конечно, не будет результата, но глупо надеяться, что будет результат. Массаж не исправит тебя. Ты же сидишь постоянно, как может то, что должно исправляться движением, исправиться пассивностью? Нет. Вот, поэтому я бы не рекомендовала их брать бессмысленно, а потратите деньги зачем? Лучше на тренировки потратить деньги на осанку, например. Согласен. Ну, и, наверное, последнее. Есть ли какие-то тренировки, которые ты не рекомендуешь людям, если они не подготовлены, потому что часто кто-то ходит, ну, по крайней мере, то, что я вижу в залах, какие-то бешеные тренировки люди с лишним весом, и вот они уже годами ходят, ничего не меняется. Понятно, возможно, там с питанием надо было бы ещё поработать ещё с чем-то, но вот какие-то совсем, которые лучше не трогать, а лучше начать с чего-то помягче, поспокойней. Я бы не рекомендовала ходить на классическую растяжку к тренерам, которые ведут с художки или с балета, вот, ну, потому что это бессмысленно, что ли. Ну, на самом деле, раньше, знаешь, была категоричная вообще, я бы сейчас столько всего назвала, а сейчас я такая стала, что организм такая штука, вот, знаешь, мы можем с тобой ходить в зал и делать одно и то же, а ты через месяц со спиной с больной свалишься, а я нет. А я чутка, у меня организм чутка поадаптивнее. И, или у тебя грыжи появятся, а у меня через год только появятся. То есть, неизвестно вообще, что именно даст какой-то критический, прям, критический вариант нагрузки, но я бы не рекомендовала качаться с огромными весами, если, ну, как минимум, вы надеваете пояс, или у вас вдувается живот, или болит спина, вот, лучше бы заняться осанкой. А потом эти же веса можно спокойно. Или на кроссфит, и у вас очень много лишнего веса, или тренер какой-то, знаешь, там, вы блюете на тренировке. Но я такое не люблю. Вообще, я против жесткого... У нас просто в клубе боксерском говорят, что если не болевал, то плохо бы тренировался. Да-да-да, я просто такое не люблю. Я бы, знаешь, что сказала? Решайте сами. Это ваше тело, ваша жизнь. Как вы хотите. Хотите идти на кроссфит, где блюют? Ради бога. Реально. Но я за то, что базово действительно каждому нужны тренировки на осанку, не потому, что вы какой-то там старый дед, и вам нужно заниматься осанкой, потому что тренировки на осанку очень интересные и классные. Просто это базово улучшает здоровье в теле, его функциональность, и на это наложить можно вообще любой вид спорта. И получать классные результаты, и чувствовать себя в этом вид спорта не как старая бабка. Виолетта Фериферова, тренер по осанке и фитнесу, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. Это был подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...